Добрый день, уважаемые подписчики моего канала и новые зрители. Рад вас приветствовать на канале Дача и Кухня Алекса. Мы вновь с вами встретились, и я этому рад. Сегодня я хочу вам предоставить новый рецепт, десертный пирог. Хотя итальянцы его ассоциируют как банановый торт, но мы по-русски считаем, что это у нас будет просто десертный пирог. И я вам расскажу сегодня его рецепт и испеку для вас. Итак, поехали! Составляющими нашего итальянского торта это яйца, 3 штуки, 3 штуки банана, сахар 130-170 грамм, молоко, желательно 3,2 жирности, 3,4, 150 миллилитров, масло растительное 75 миллилитров, какао 30 грамм, сахар ванильный или ваниль можно взять 10 грамм, разрыхлитель, тесто 12 грамм, маленький пакетик, и мука пшеничная, высший сорт 250 грамм. Теперь мы все эти с вами продукты объединили в одно целое, чтобы они полюбили до друга. В емкость разбиваем 3 яйца, пьем аккуратненько, чтобы у нас скорлупа не попала в тесто. Затем в яйца добавляем 150-170 граммов сахара, аккуратненько рассыпаем его, и с помощью блендера всю эту массу перемешиваем, или можно венчиком, кто как, я блендером пользуюсь. Добавляем ваниль или ванильный сахар в подготовленную массу, и еще раз перемешиваем. Добавляем растительное масло, 75 грамм, и тщательно еще раз перемешиваем. Вливаем в нашу массу 150 грамм молока. Молоко можно чуть-чуть подогреть в микроволновочке, чтобы оно было теплое. Если вы его достали из холодильника, естественно, если у нас комната динфертура, то нормально. И еще раз все тщательно перемешиваем. Теперь в нашу подготовленную массу засыпаем какао. Какао мы с вами сейчас пропустим через ситечко, чтобы был хороший порошок, не было комочков, чтобы хорошо все перемешалось. Добавляем разрыхлитель. И тщательно перемешиваем. Теперь мы в нашу массу всыпаем муку. Муку берем с вами 250 грамм. И также плавненько все перемешиваем. Если тесто у вас получается жидковатое, то можно добавить еще немножечко муки. И довести его до консистенции обычной сметаны. Вот примерно таким макаром. Тесто у нас готово. Теперь приступаем к подготовке бананов. Бананы очищаем от кожуры. Затем режем бананы пополам вдоль всего банана на две равные части. Одна половинка, вторая половинка и третьей. Затем берем форму, в которой будем выпекать торт. Подложим бумагу кулинарную для выпечки. И укладываем подготовленные бананы на эту форму. Теперь мы заливаем все, покрываем поверхность нашим тестом. Но не забудьте предварительно поставить духовку на температуру 180 градусов. Пусть она у вас минут 10-15 погреется. Потрясем, чтобы бананчики там хорошо легли. И теперь мы нашу сковороду с готовым тестом отправляем в духовку. Напоминаю, духовку разливаем до температуры 180 градусов. И при этой температуре мы с вами будем печь наш торт 35 минут. Вот такой красавец у нас вышел из духовки. Сейчас мы отдадим ему пару минут немножечко отдохнуть. И теперь мы его вываливаем на блюдо. Получаем вот такую красотень. Теперь мы аккуратненько снимаем бумагу, которая у нас была. Теперь мы с вами торт украсим сверху какао-порошком. Банан и шоколад очень за другом дружат. Поэтому всегда комбинация банана и какао или шоколада будет беспрозрочно. Бисквит украсим. Давайте попробуем, что у нас тут получилось. Итак, уважаемые подписчики моего канала, мы с вами сделали бисквитный пирог по итальянской рецептуре. Получилась у нас такая вкусняшка. Ну и теперь, как всегда, у нас на посошок анекдот. Церковь информирует, что отныне любой акт супружеской неверности мужчины свыше 50 лет не считается актом неверности, а считается маленьким чудом. На этом мы с вами сегодня прощаемся. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ваши комментарии я с удовольствием прочитаю. И на них отвечу. Всего доброго. До новых встреч. До новых встреч.